Это видео новости Видеомани В Лас-Вегас, чтобы посмотреть главную игру про него, а также увидеть, какой получается водила из вина-дизеля. Итак, в мае прошла вторая по счету игровая выставка в Лувре, Юби-Дейс 2008. Французский гигант в очередной раз показал свою линейку за год. Правда, как оказалось, в 2008 хвастаться ему особо нечем. Были показаны в основном уже анонсированные игры, хотя пару сюрпризов они все-таки припасли. На месте побывал Олег Ставицкий. Своим мнением об увиденном он поделится позже. А сейчас главные новости Юби-Дейс 2008. Дней Юбисофта было всего два. Первый день прошла большая презентация, на которой непонятного вида английский шоумен шутил никому непонятные шутки. Трейлеры к играм проецировались в специально повешенные рамы от картин. Видимо, Юбисофт ассоциирует свои игры с искусством. Тогда же французы представили свою казуальную линейку Games for Everyone. Как выразился Олег Ставицкий, низкополигональные жертвы науки генетики просят добить их с помощью стилуса и вимоута. Особо он отметил маразматические интерактивные тренажеры для Диэс типа «Похудей» и «Брось курить». Оживился зал лишь на презентации Рэймон Рэйвинг «Рэббитс Тиви Пати». «Рэймон Рэймон Рэйл» и «Рэйл»! 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 Батарн, сликла! Похоже, Ubisoft нашла более достойное применение Wi-Fi, чем сама Nintendo. Нам же это видится достойным развитием мини-игрового франчайза. Впрочем, второй анонс оказался еще важнее. Мишель Ансель показал вторую часть своего главного шедевра «Beyond Good and Evil». С первых же кадров в зале раздался шквал аплодисментов. Мишель Ансель Мишель Ансель Пятьдесят Обратите внимание, у Пейджа перебинтована рука. Кто досмотрел финальные титры оригинальной игры до конца, поймет, что не все так просто. Мы же восторгаемся Ubisoft, которая вложила деньги в сиквел провалившейся, хоть и шедевральной игры. Пятьдесят одна. После официальной пресс-конференции французы дали утонченных европейцев. На фуршет они пригласили скрипичный квартет, рисовали в реальном времени на съедобном шоколаде, а в заключении устроили прессе ночной тур по Лувру. Второй день был полностью посвящен играм. Здесь тоже было немало разочарования. Например, Splinter Cell Conviction на выставку не привезли. Напомним по слухам, игра переживает уже третью переработку концепции. Авторы все никак не могут сделать ее интересной. Впрочем, сама Ubisoft это отрицает. Brothers in Arms оказался все тем же, что и раньше, только очень красивым и кинематографичным. Показывали его на каком-то термоядерном реакторе — восьмиядерной машине с трипл-слаем. Надеемся, игру не постигнет участь в Крайзис. Я видел на их лицах грязь, смешанную с кровью. Я видел, как молодые мальчишки превращаются в солдат. Я видел, как пули рвут людей на части. Я не могу забыть этого. Я спрашиваю себя... Заберите меня! Сколько еще этого может вынести обычный мужчина? Бомбы! Разбуди солдат! А ну бегом! Какого черта полковник решил атаковать 506-ю? Мы могли объяснить их дальше по дороге! На счет три! Три! Тысячи людей погибнут, если мы не поможем им немедленно! Стреляйте по ним! Очень скоро я пошлю твоих дружков твоей же дорогой, парень! Том Клэнсис Хоукс, как мы и предполагали, оказался довольно средней игрой, совершенно непонятным прицелом. С одной стороны, авторы лезут на территорию шедеврального Ace Combat, с другой подходят к производству с ориентацией на хардкорный авиасимулятор. То есть игрокам предлагают поиграть в аркаду, но с сюжетом и идеалами хардкорного симулятора. Это, как нам кажется, глупо и непонятно кому адресовано. Хардкорщики посмеются, простые игроки поплюются. Шоун Уайт Скейтбординг открывает спортивную линейку Ubisoft. Игра создается на движке Assassin's Creed и собирается совершить революцию в своем жанре. Субтитры создавал DimaTorzok Новый принц Персии был представлен лишь продюсером и первым трейлером игры, который совершенно точно стоит посмотреть. С начала времен легенды гласили о великой битве меж тьмой и светом. Сейчас побеждает тьма. И пришло время появиться неизвестному воину. Он придет со смертоносным союзником, чтобы спасти королевство и вернуть свет. Путешествие начинается осенью 2008-го. С одной стороны, выглядит свежо. С другой, после разговора с авторами мы не на шутку испугались. Они хотят отказаться от перемотки времени, а взамен этого предлагают нам напарницу, с которой нужно совершать совместные действия и удары. Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью с продюсером игры. Фактически самыми интересными проектами выставки стали Far Cry 2 и революционная стратегия End War. 2020 год. Россия, ведущий мировой поставщик нефти и газа, тратит миллиарды на создание армии, размаха невиданного со времен Холодной войны. Это не остается незамеченным и влечет за собой цепь событий, разжигающие третью и последнюю мировую войну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это конец. End War выглядит неожиданно мощно. Со времени последнего показа Ubisoft невероятно подняли графическую планку. Голосом управлять довольно интересно, причем игра воспринимает самые разные акценты. Как признался нам Майкл Деплате, главные проблемы у команды не с чужими акцентами, а с акцентами из разных регионов Англии, типа Шотландии или Ирландии. Смотрите интервью по соседству. Ну и, наконец, главная игра выставки Far Cry 2. Полный аншлаг, давка и 40-минутные очереди к демо-стендам. И это все, чтобы хоть немного поиграть в один из самых амбициозных экшенов нашего времени. По словам Олега Ставицкого, это намного лучше, чем Crysis. В игре масса мелких деталей и сюрпризов, а также живой мир с очень развитой логикой. Если, например, спугнуть зебру, то на это обязательно обратит внимание охрана. Вообще же Far Cry напоминает Сталкер, только более продвинутый. И в Африке. Мы продолжим пристально следить за проектом. Что до Юби Дэйс, то, надеемся, в следующем году Юбисофт будет больше поводов для хвастовства. Меня зовут Рубен. Я репортер. Я хочу показать вам Африку, такой, какой я ее знаю. Это мир теней и света. На одну из этих теней я охочусь. На ту же, что и ты. Его зовут Шакал. Неизвестно, где он прячется, но его влияние заметно по всему континенту. Если ты хочешь поймать этого торговца смертью, ты должен спуститься в его мир. Ты должен стать тем, на что охотишься. У каждого человека есть цена. Знай, что для тебя ей может стать твоя душа. 29 апреля в Москве состоялась международная презентация Red Alert 3. Гостям из разных стран, которые отважились променять день премьеры GTA 4 на поездку в Москву, показали мультиплеер игры и устроили экскурсии по гигантскому бункеру, наследию Холодной войны. Не обошлось и без традиционных русских забав и покатушек на танках. Впрочем, большая часть нашей редакции предпочла в этот день играть в GTA. Ну а сейчас — новый трейлер. Меня зовут Джина Карана. Я играю роль Наташи в Command & Conquer Red Alert 3. Джина Карана! Осталось с ним побеждённый в шести боях. Выиграл он в четырёх, одержав две победы и нокаутом! Не бойтесь рельефных женщин, пацаны. Мы ведь вас не боимся. Некоторые мальчишки должны научиться драться, как девчонки. Карана внесла своё имя в историю, победив в женских боях Mixed Martial Arts. Да, что ты хочешь? Вашей овации единственной и неповторимой Джине Карана! Мэджисти 2 анонсировали в апреле. Интервью с создателями можно было посмотреть в прошлом номере, а сейчас — первый трейлер. Разыскивается живым или мёртвым. Лучше мёртвым. Имущество Его Величества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна игра покорит их всех. Мэджести 2. Симулятор королевства в стиле фэнтези. Выход запланирован на 2009 год. Во время создания этого трейлера ни одной белки не пострадало. Александр Кузьменко отправился в Вегас, чтобы оценить линейку Мидуэй на этот год. В частности, одноименную игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ГОНКИ ДРАКИ И ТУСОВКИ Следи за тем, чтобы всем было что выпить, чтобы не пустовал танцпол, и чтобы к нам не захаживали неудачники. Это Вегас. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, ГОНКИ, ДРАКИ И ТУСОВКИ Игра уникального, на самом деле, жанра. ГТА не про мафиози. То есть, несмотря на то, что там у главного героя тоже есть пистолет, то, что он может угонять машины, и то, что он выглядит как полный отморозок, вот, это, как ни странно, ГТА про, как они сами это называют, фил оф вега. Настроение, горы, золотые. Огромный воссоздан город. Собственно, четыре части игры. Вопрос следующий. Каким образом эти четыре части можно послепить в одну игру? По сути, это что? Это ГТА, вот, без изменённых элементов. То есть, ГТА, например, в обычном, понятно, да, вот, для чего тебе нужно ехать, для чего тебе нужно стрелять, для чего там тебе нужен, там, сюжет. Здесь не очень ясно, для чего нужны всякие вечеринки и прочее. То есть, нужно найти какой-то костяк, вот, цвет мяса, навешивать в него. Второй проект ещё более странный. Мидуэй решили сделать файтинг, объединяющий бойцов Mortal Kombat и DS Comics. Трейлер вы могли увидеть в прошлом номере. Саб-Зиро, Версис Скорпион, Версис Спайдермен, Версис Супермен. И кто-то из зала, Версис Супер Марио. И всё, буга, гадок. Третий проект уже давно анонсированный Виллмен с Вином Дизелем. Со времён Е3 2006 о ней не было вестей до этого момента. Здесь строит драйвер Вин Дизель. Он работает на мафию. Он периодически там что-нибудь откуда-нибудь везёт, куда-нибудь что-нибудь привозит, прыгает, не знаю, с каких-нибудь гигантских трамплинов, проскакивает сквозь магазины и выполняет все возможные трюки. Выглядит это достаточно забавно. Я поиграл в первые три уровня игры. То есть, это такая вот совершенно чёткая, такая очень крепкая такая семёрка. И если они, в принципе, постараются, если вот так вот игра будет выглядеть всё оставшееся время, то это будет вообще и восьмёрка. В общем и целом, линейка Мидуэй на 2008-й не выглядит многообещающей. Многие игры нуждаются в доработке. This is Vegas уже перенесли. А это первые кадры из Mad World, нового проекта Platinum Games, новой компании создателей культовой Аками. Бензопила. Розовый куст. Операция на сердце. Секатор. Убийца Фен. Гроб на колёсах. Mad World. Предупредительный знак. Что тут скажешь? Как всегда, необычно, оригинально и ни на что не похоже. Пока мир сходил с ума, Игорь Варнавский отправился по стопам Александра Кузьменко на презентацию Capcom, чтобы посмотреть самые новые игры компании. Из совсем новых был представлен, правда, лишь крылатый экшен Dark Void от создателей восхитительной Crimson Skies. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова Украины Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть это такой гирзофор, но только по вертикали Ты можешь захватывать технику Причем происходит прямо в воздухе Ты спрыгиваешь на какую-нибудь тарелку Пытаешься расстрелять там кокпит с пилотом Он по тебе пытается полить Ты перегришь по этой тарелке В конце концов ее убиваешь, захватываешь ее Начинаешь воздушные байки Однако главными героями мероприятия Были уже анонсированные проекты Например, Бионик Команду Оказался совсем не таким, как нам думалось Бионик Команду Игра по сети Работа над проектом еще не окончена Эти кадры не отражают финального качества игры Присоединитесь к сетевому клубу Адреналиновая игра по сети В нескольких режимах Все завязано на том, как главный герой использует свою руку У него вместо левой руки такая механическая рука Которая может выстреливать неким тросом с крюком Но вот когда садишься играть, неинтересно становится И судя по всему, это понимают даже сами Capcom Потому что сразу после окончания Captivate Появилось сообщение о том, что они переносят релиз аж на весу следующего года И официальная причина это якобы то, что они хотят поработать на мультиплеерах Но скорее всего причина в том, что они смотрели на реакцию журналистов Которые играли в Бионик Команду и Captivate И решили перенести релиз, доработать Очень долгое время все хотели увидеть геймплей нового Street Fighter 4 Несмотря на то, что авторы неоднократно заявляли, что пытаются скопировать во всем вторую часть Субтитры создавал DimaTorzok Как ни странно, самая популярная игра в выставке Очень простой файтинг, но очень веселый Главное, чем хорошо это игра, тем, что можно съесть и сразу играть И на Captivate это было очень хорошо заметно То есть кресло с Бионик Команда пустовали Но зато Street Fighter всегда выстрелил целую очередь Ну и наконец главным событием стала демонстрация горячо ожидаемого Resident Evil 5 Африка принадлежит нам По ней мы пройдем в рай Я заметил это сразу по прибытию Здесь все лишились разума В них не осталось ни малейшей человечности Куда ни посмотри, повсюду лишь злобные взгляды Куда ни посмотри, смерть Продолжение следует Чи-Джу-Джу — это наш дом! Захватчики будут наказаны! Наши дела станут их смертью и спасением! Добро пожаловать в Африку! Может, я не такая большая, как ты, но постоять за себя могу. Я не беспокоюсь. Моим прошлым напарником тоже была женщина. Это, конечно, не такой прорыв, как четвертая часть, но это такой очень-очень мощный блокбастер. Добро пожаловать в Африку! Это век славы и стали. Это век зверя. Осенью 2008-го Наряду с Force Unleashed, LucasArts издает Fracture — весьма необычный проект, завязанный на терраформинге. Подробнее в прошлом номере, а сейчас новый трейлер. В 22 веке человечество наконец-то поплатилось за пренебрежительное отношение к природе. Тысячи людей погибли, а оставшимся пришлось приспосабливаться. Люди разделились на два лагеря, выбрав разные пути выживания. Теперь само понятие «человечности» подвергается проверке на прочность. В западных Штатах начали экспериментировать с генетикой, создавая то, что их лидер генерал Шеридан назвал «высшей расой». Но эксперименты вышли из-под контроля. На востоке США лидеры Атлантического альянса решили не играть в богов. Мы используем кибернетические технологии, чтобы приспособиться к жизни в новом мире. Люди восточного лагеря спасли мне жизнь и научили меня сражаться. Теперь я участвую в войне с Тихоокеанской армией ради спасения остатков человечества. Пошли, пошли! Внезапная атака Тихоокеанских сил в Сан-Франциско официально объявлена началом войны. У нас на связи Белый дом. Друзья американцы, сегодняшнее ужасающее нападение в Сан-Франциско не оставило мне выбора. Я объявляю войну. В эту самую минуту силы альянса, оснащенные передовым вооружением для терраформинга, направляются разгромить генерала Шеридана и его мятежную Тихоокеанскую армию. Риск велик, но ставки никогда не были столь высоки. Мы сражаемся за свою страну, за свободу и за саму жизнь человечества. Единственный приемлемый исход — это победа. Покажем им, что мы припасли. Давайте, вперед! В укрытие! Нас атакуют! Нам нужно подкрепление! Какого черта? Ждите! В октябре 2008-го. Мессив продолжают засыпать нас все новым видео из аддона Кволтен Конфликт. Третий трейлер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Помогите! Я ранен! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом все. До встречи в следующем месяце. Играйте только в хорошее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА